не буду скрывать многие довольно таки с таким зубастым сарказмом восприняли твое участие в танцах со звездами и самый главный аргумент боев нету заниматься нечем вот он и страдает ерундой что вы можете ответить на такие заявления ну наверное как и все просто виды деятельности спортивной направленности это колоссальный труд под и наверное же и кровь на мозолях ну и принципе наверное то усталость и преодоление вот этой самой усталости это тяжеленный труд куда я себя подписал и знаю что мне тяжело и на тренировочном процессе когда три часа ты держишь спину ровненькой в планке она спина мокрая и можно выкручивать футболку ну просто это тренировочный процесс который заставляет быть себя сдержанный более расчетливый слышать счет считать это ли очень тяжело и я пошел на танцы чтобы развиваться в другом спортивном направлении развиваться как человек как личность как мозг чтобы развивался не спал потому что ногами танцевать и руками очень тяжело многие приводят еще один аргумент вот узелков вячеслав начал заниматься танцами со звездами его карьер завершил денис беринчик не собирает не исключено так как контракта осталось два года я думаю еще два года не в боксе остаться остаться например может быть и голос краины либо может быть модель денис беринчик уйдет шоу-бизнес не исключено я я в строю у меня нет травмы спортивная карьера продолжается есть какой-никакой рейтинг и принципе зимой мы будем поднимать и будем снова шокировать уже в новой интерпретации с новыми силами и с новой координацией уже будем смотреть на нового дениса беринчика ты имеешь ввиду что василий ломаченко занимался запальными танцами александр русик занимался танцами теперь денису беринчику придавремя немножко поднять свой технический уровень это все надо да 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 не исключено это дадут свои плюсы и что потом повлечет за собой переменные в боксе часто являясь свидетелями твоих спаррингов твоих тренировок я всегда видел дениса сосредоточенного в какой-то момент он начинает походить вот для меня на гаррика сукачева вот этого разухабистого хулигана с улыбкой готового вот взорвать просто всех какой вот денис приоткрой секрет какой денис ожидается на паркете да он конечно будет разный он будет делать все возможное и различные можно сказать образы применять в своем стиле денис беринчик будет очень разные непредсказуемые вы его такого еще не видели знаете но видели дениса уже и на мотоцикле и на коне и в одной к олимпийский мишка и все ты пожалуйста а вот фраки вот эти вот вся помпезность там же будет у вас свои латино я так понида они все будет да и рок-н-ролл а вот как вот это чувствовать себя танцуя рок-н-ролл и тут же там танцуя вальс есть какие-то вот различия для тебя конечно настраивается на различную музыку на различный стиль танца конечно это тяжело и надо проживать и и выживать и выжимать максимум с этого я думаю что под каждый стиль будет свой образ а если же это любимый какой-то танец то все будем танцевать и ну а для тебя вот тоже тоже пока что еще не увидел со стороны себя красиво пока что трудимся пока что учим потихонечку а не будет такого что-то объявляет Денис беринчик и Денис беринчик допустим выходя на вальс выйдет на своем байке косухи в черное но почему не исключено я думаю что что-то мы будем носить коррективы изюминку свою мы не оставим можно сказать публику без зрелища знаете я уже просто с нетерпением честно скажу уже чуть-чуть осталось 26 до августа не был фаном не был фаном вот танцев со звездами потому что на кого там смотри меня не интересует там дима каляденко или кто-то ну а теперь я чувствую что в общем много много прикипят но до спортивную можно сказать борцов боксеров ударников и ммшников затянем на танцы может кто-то и будет танцевать Денис ну хорошо дай бог вам удачи опять я не сомневаюсь что может бы вы не станете победителем но запоминающимся вот игроком не исключено потому что на всех соревнованиях которых я был я принимал можно сказать медальный зачет и был в финале теперь давайте не исключено до финала все-таки о боксе большая пауза если какие-то вот уже направление что допустим закончится шоу там сентябре там или в начале октября а вот уже в декабре я выйду на бокс не исключено в принципе так и планировалось чтобы когда наберу форму можно сказать танцора мы перейдем плавно на бокс и оставим все физические качества на уровне сейчас вот александр усик вот вы выступает для кайту для бойцов кайту как мне кажется мощным локомотивом да то есть организовывая си айди хирм там они подпишут контракт то будет возможность для александра красюка делать и ваши поединки в андеркарте не исключено почему бы и нет это наверное стоит там различных времени переговоров материальных затрат но я думаю что александр красюк сделает все возможное чтобы я участвовал таких можно сказать мегафайтах ваш тренер стас григорук не является вашим секундантом во время танцев может что-то увидеть что нет он не зовет постоянно на бокс приходи по тренируемся удары по печени то но пока что танцы и тяжело с ними тренироваться трачу куча времени также существуют и простые просто пробежки кардио нагрузки и 3-4 часовая работа в танцах тяжело еще и на бокс уделять внимание ну в принципе в боксе мы знаем практически все ваши комбинации по крайней мере большинство из них я сам их даже не знаю какие они могут быть ну я я знаю одну комбинацию это когда прилетает справа или слева а вот может показать денис беринчик какое-то вот движение мы не знаю классическая допустим вальс представить что у вас партнерша ну да конечно мы сразу ножки плечики вниз опустили раму поставили взяли пальчики закрыли дали руку и чуть-чуть оттянулись левее и мягко при этом и танго мы делали до денис спасибо классическая на будем держать за вас кулаки и опять и опять желаем вам победы потому что на другого другого денис беринчик и победа вот это одни вещи которые спасибо большое да спасибо вам огромное ребят танцы со звездами причем звезда он я просто танец паркет паркет будет гореть приходите тушить его спасибо еще раз пожалуйста